the brush blender это класс но вот новая идея меня захлестнула значит так вот пришел племянник вот такой гитаркой на праздник на празднике я попросил его на неделю мне и оставить и что-то начал лазить смотреть что тут да как это лады это значит струны это деки тут струны одной не хватает но мне в принципе струны и не нужны были я полазил посмотрел информацию ну ничего тут побрончал где-то минут сорок информация конечно не такая что прям там дай нам из за рмс вот эти все функции плагины тут конечно объем побольше будет слуха у меня кстати тоже нет и так вот такую вот гитарку мне средний племянник под бензу на дядька типа пробую смотреть что тут да как и ради чего это все дело хочу вот одну вот эту мелодию изучить ну и разобраться что тут как для понимания для личного так сказать образования вот этот мелодия и вот на ней вот на этой гитаре все это дело хочу повторить урок ролик но для начала нужно понять как тут все работает что вот 40 минут я сижу за гитарой и единство что я еще попробовал это вот эту штуку сейчас сбивается рука 40 минут это не вся жизнь короче вот такая штука надо это все делать шлифовать наработать чтобы все это работало у меня эта рука не слушается еще как там переходы я не пойму и эту вот тоже нужно набивать смотреть как там что работает постараюсь с этим делом разобраться ну кому интересно ролик еще будет в процессе как неделя может пройдет как две недели пройдет и что будет с этим делом происходить кому интересно следите кстати все по 3d еще буду снимать пробовать тоже там что-то находить информацию всем привет сделал я значит группу вк вот именно чтобы учиться вот именно играть на гитаре и будут рассказывать как вот чего я тут начинаю значит сначала я завел такую тетрадь и долго лазил искал все причиндалы короче бои так вот здесь бои зеркалка у меня немножко идет бои аккорды и так далее ну текст песен более-менее которые подходят допустим вот к этому бою вот вот к этому ну а это варианты тут какие можно еще использовать но они у меня сейчас пока еще не получаются в процессе буду наверное над этим делом работать и вот с чего я начал значит первым делом я нашел более-менее понятный для меня бой это значит вот сейчас он будет вас на экране это значит басовую пятая шестая струна и потом идет просто глушилка пятая пятая глушилка шестая глушилка пятая шестая и вот на вот этом вот значит бои сижу и учу вот именно вот эти вот переходы трех аккордов это АМ ДМ и ЕМ очень просто так ну как легко дается почему потому что они тут рядом вот они тут все рядом вот как они выглядят посмотрите на экране и как они берутся значит второй так АМ это первый лад вторая струна потом третья четвертая на втором ладу зажимается и вот таким образом смотрите на вот эту вот на как она называется раскадровка вот этих аккордов как ставить пальцы и вот они тут вот рядышком вот должны вот так вот в принципе ходить ну и вот почему вот эта вот песня опа опа Америка Европа она именно из трех аккордов состоит и вот можно сидеть потихоньку вот зажимать эти аккорды и потихоньку переходить допустим по ним вверху потом к низу потом где-то будет сбой не без этого где-то не доглушиваю вот на лучше чем на классике я привык что я вот ложу и палец у меня нижнюю струну чуть-чуть не доглушивает бывает подсвистывает ну я надеюсь это все со временем пройдет сижу я именно учу это все дело в день наверное минут сорок бывает час но когда выпью так это вообще мало часа полтора просидеть и там что-то чуть-чуть ну вот бренчать допустим для кайфу цель не стоит там со сцены петь там еще кого-то удивлять чисто для собственно так сказать образования но если кому-то будет интересно давайте вместе тут как-то все обсуждать что-то тут выкидывать какую-то информацию так ну вот в принципе первое что я хотел показать это вот с чего проще начать значит зажимаем учим сразу вот этот бой самый простой и переходы вот вверх вниз и вот попадать тоже надо стараться вот у меня бывает то палец на соседний уйдет тоже вот пока смотрю на гриф вроде еще как-то попадаю ну а сейчас можно сказать еще нервничаю я так-то пьяный я не нервничаю по боку куда попал ну все всем пока до свидания присоединяйтесь дело хорошее интересное да и время убить тоже с пользой дела все всем пока и так когда вы заучили вот эти вот аккорды а-м-дм-е-м надо дальше уже идти и добавлять ну я вот для себя в следующем добавил аккорд c и аккорд g они выглядят вот так вот их надо теперь добавить а-м-к-е-м-дм и вот это вот сидеть вот так вот сидеть и все это дело значит перебирать так ну g-дм это хорошо и еще нашел я один бой это шаффл так вот сначала на него посмотрите вот так выглядит этот бой большой палец можно зажать а-м и когда вы сначала пробовать бой не отвлекаясь на аккорды а аккорды потом отдельно перебирать не отвлекаясь на бой и потом все это дело объединять ну оно само собой уже получится ну надеюсь вам совет мой поможет именно как подключить две руки к типу башки чтобы башка не руководила руками а чисто механика работала так и что ну получается палец вниз потом палец вверх бой вверх потом вниз большим указательным вверх глушилка вверх вниз глушилка вверх тоже простой бой мозг его вроде как мой воспринимает итак вот два боя я уже нашел и вот их теперь надо отрабатывать и отрабатывать дополнительные два аккорда си и джи ну это вот как белую я самообучение так сказать а это часть песни которая подойдет под бой и под аккорды именно джи и си итак всем пока до свидания подключайтесь кому интересно дальше буду тоже вперед идти по информации которую нашел в тетради вот тетрадь покажу вам еще и тут всего много уже записано и вот по этой системе вот по этой системе нужно будет дальше двигаться пока это вторая страница всем привет итак после того как вы уже изучили значит аккорд си и аккорд си значит все это переходы с а м на м на д м значит что дальше делаем это изучаем еще бои значит их очень много боя Высоцкого боя Розенбаума сейчас я посмотрю что у меня тут записано итак вот еще один бой давайте его изучим тетрадь итак си быть и а и это Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну вот они еще бои есть, я сейчас вот тоже вы их видите на экране, это значит идет басовая без глушилки. Так, следующая идет через одну, значит идет бой вниз, потом басовая вниз, басовая вверх вниз. Итак, бои выложу еще дополнительно в заметках, можете каждый потом сидеть и пробовать, те которые примет, значит, ваша голова и руки, можно будет использовать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Всем привет! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Правильно, неправильно Ну это мои такие эксперименты Тем более гитара дешевая Ну очень мне нравится Кстати я ее и услышал Так потом я сделал Вот здесь у меня тоже Значит отверстие Вот оно И когда играешь значит Меняется звук Так это значит пробки с капельниц больничных все хорошо два диаметра все подходит все затыкается значит когда открываешь вот это отверстие то ты слышишь именно как играет гитара вот звук идет отсюда и то что слышит наверное впереди то вроде бы как бы до тебя доносится удобно ее здесь очень держать как опять же это показать вам вот не узкий значит гриф расстояние вроде бы между струнами для моих пальцев нормально вон уже мозоли а где тут показать его мозоля такие вот уже понабитые и в принципе звучит она сейчас чуть-чуть расстроенная не настраивал значит по тюнеру вчера долбил я тут и и шансон и высоцкого и когда вот начинаешь вот когда играешь допустим вот что-то там простое то есть вниз вверх потом с акцентом допустим бьешь и когда в раз входишь бывает и бывает они вот здесь вот надо их подтягивать настраивать в основном заметил что вот дребезжание когда идет значит что-то с первой и значит вот с этой вот эта струна 3 у меня настроена на fds до g3 как вот положено я ее догнать не могу я его порву и вот сзади видите белучи висит те струны настраиваться четко вот как положено там е а 2 е 2 вот эти полностью потом покажу как то играет она стройная вроде бил что по обклеил и как-то жалко мне стало разбирать вот она такая гитара еще хотел спрыснуть бесцветным лаком чтобы вот эти вот наклейки значит не потерялись не стерлись ну я часто не играю на ней и получается так пропало до изображение вечером допустим я сел там часа полтора так больше не играю проблемы какие у меня значит были вот при обучение во первых первое повторю что эту гитару не слышал и в принципе текст не заучивал да я пробовал вот просто вот разные там вверх вниз вправо влево там эти вот там бочки вот бочка умеет очень не получается ну как если медленно так еще можно а так если вот как играет то это уже у меня тут сбои слуха видать не хватает ритма и кого-то ну высоцкий вроде идет тут песни высоцкий цой принципе на обои там 4 вроде получаются поднастроить на одной струне тоже вот пробовал дэвид джонса мозг не воспринимает у меня видно вот эти на посидеть еще дольше не воспринимает как вот этот допустим как там ее пантера это вот такое вот пальцы толстые и получается мне трудно вот это вот здесь вот перебирать короче я постоянно зацепляю какие-то струны и проще мне играть вот на а м е м ф м вот эти вот короче ну самое проблемное у меня значит вот я по песням там учил самое проблемное у меня было это f фу ц ц м вот этот аккорд как вот вам показать так вот сюда на камере вот c и fm да fm c вот эти вот у меня с fm на c выходило очень трудновато нашел одну песню и там короче все вот f c м е и g вот эти вот все присутствуют значит переходы вот эти аккорды и сидел я где-то ну неделю наверно и за неделю вот это вот чуть-чуть отработалось ну какой косяк что когда я начинаю другую песню играть надо вот именно вот эту c как разыграть постоянно да есть у меня тут такие проблемы что я вот если сразу взял и сразу вот начать допустим играть я могу где-то сбиваться и уже не попадать чуть-чуть значит если вот поиграю вот чуть-чуть порасслаблю руку то тогда уже вроде бы у меня что-то этакое и выходит так что еще хотел рассказать гитара вот это по звуку вот именно подошла мне да я в основном больше на ней сижу взял белучи вот эту чтобы попробовать она кстати тоже 2 500 и принципе мне очень она понравилась она звонкая и как ну словом я тоже эту гитару слышу да эту гитару я тоже слышу в отличие вот от этой гитаре повторюсь которая у меня была за 7 500 значит хлам звенела менял ей струны и настраивал разными вот этими есть разные настрои вот это вот классический там американский потом какой-то еще испанский настрой и она ни к одному не подходила вот это сейчас на классическом настраиваю и все нормально кстати для обучения рекомендуют эту дешевую гитару да винчи они неплохие качество нигде вот заказал привезли нигде она не битая очень хорошо доставили ну это я уже тут сам экспериментировал хотел еще выпилить вот здесь вот такие вот как на скрипке деки ну вот эти вот как называют портал да розетка и вот здесь хотел их выпилить но потом за те эту бросил потом у меня идея была попробовать свою гитару сделать но сначала нужно было разобрать эту и короче мне как-то и стало жалко потому что ну все она подошла мне полностью я в основном на ней сижу ту беру именно где надо чуть-чуть там вот такой фигней играть переборами и по перебором значит пальцы у меня никак не хотят вот эти вот делать 3 2 1 вот это но вот такое у меня еще получается так ну в принципе ничего чтобы короче что я понял чтобы что-то сыграть надо полностью учить текст полностью сидеть вот это все дело по тексту все это дело значит наизусть желательно ну по написанному вот у меня по написанному получается но опять же если я текст не знаю я могу так играть но будет хрень заученных у меня где-то песен 10 в основном высоцкий потом кто еще пикник немножко там сплина ну такие короткие тексты где там вот волки там потом еще такая вот снега ну вот и результаты но играть не буду и потому что я как ну когда выпьем значит я-то играю отключается у меня от этого стеснение или как она называется ну перед своими там еще в ренчу где-то там сбился не суть вопроса перешел поржали чуть-чуть и дальше ну так идет вот значит этот месяц второй год значит фингер стайл пробовал это не мое короче вот только чисто для души дворовая подошла вот эта вся снега значит песни песни блатные подходят конопля кокаин там вот такое все ну и про путешествие люблю больше про пиратов такое тоже ну короткие тоже песни выбираю чтобы не текстом заучивать тоже флешка не выдержит он сзади у меня видите пластинка значит флешка кассета диски так это вот сюда надо показывать вот диски как и так кассета вот как бы ее показать вот это флешка это значит пластинок высоцкий в рамки вставлены раньше много было высоцкого концертов вот на пластинка и вот это вот вырезал значит и вставил вроде прикольно так гитары висят там еще вот бобину хочу повесить вот сюда бобину чтобы вот от пластинок значит пластинка бобины потом идут кассеты диски и флешка вот как бы история вот этого всего перехода да ну прикольно вроде ну такие штуки значит по гитарам сейчас я еще одну покажу так значит вот она еще одна гитара это уже белучи тоже 2 500 ну это 2 800 я за нее отдал но опять же гитара и приятная на ощупь и это как летучая мышь уже вот это все сделано и струны уже без этих без колков вот этих как пластмассовые что втыкать колки да колки по моему я их купил на прошлую гитару и вот они лежат возможно в будущем где-то куплю с такой еще вставлялкой вот так будет может пригодятся может свое что-то еще поэкспериментирую сделаю запасные значит взял вот эти вот вот эти кстати о что я хотел сказать вот такие струйные значит больше лучше ну как натягивают мне вот эти больше понравились чем вот эти вот квадратные такие отдельные что были на той гитаре во первых съем у них плохой во вторых внутри они более такие уже не отремонтируешь да и здесь кстати видно снос вот если она здесь косяк отдаст вы это увидите а в закрытой там уже колок если он провернулся то уже значит надо менять вот звук у этой лучше ну вот тут как без мелодии без песни просто собрать то вот такая хрень получается то бывает вот такой зон стоит как-то говорят тут надо верхним пальцем чуть приглушивать но это я еще пока не могу я это да ну короче вот год сколько уже год и два да ну кто смотрел предыдущие ролики навряд и да вот год и два я уже на ней брюнчо ну нравится чисто для развлекухи это чисто не на не петь там кому-то там не в компаниях чисто вот самому мне прикольно я с детства хотел гитару но тогда советское время и что-то гитару не покупали и видно было не время а сейчас вот меня прям пробило вот этого дела и кайфую хочу еще советскую гитару вот найти и вот чисто звук вот как на ней играется попробую чисто для интереса короче здесь полностью интерес а вот ради чего я начал учить вот это все дело захотелось мне отверженный вот этот фильм показывали отверженный там на одной струне там прикольная штука ну я до нее не дотянул не получается у меня получается постой паровоз что тут еще так 7 8 вот такой ну бумер еще сейчас вот такая фигня и елочка там а так чтобы быстро вот это вот у меня ни фига не получать ну такая штука принципе покупайте дешевую гитару учите сначала текст и просто сидите один текст долбите потому что ну как я вот делал да просто бои учил не изучая текст я прям в ступоре был ну я просто ну брончал рука привыкала да там по аккордам вот здесь вот опять же как я подключал ролик есть я говорю пришлось нажраться и забыть о руках и просто сидел вот так потихоньку вот так вот водил ее и потом как-то видно стрельнуло и подключилось и мозг это дело уловил вот этот переход вот этот переход уловил и потом у меня пошел поехал ну конфеты ел а вот эта рука не хотела работать а теперь ну в принципе неплохо так работает единственный косяк опять же с толщиной пальцев и когда я вот так вот допустим если я беру АМ вот то бывает иногда нижнюю зацепляю мне приходится ее чуть-чуть выкручивать и получается когда БМ беру вот Б7 да как бы вам показать так вот Б7 то получается брать то я беру нормально но когда я начинаю переход допустим с FM на нее у меня получается мне приходится перекручивать вот так выкручивать руку потому что если я ее поставлю как вам показать вот таким вот образом то получается я уже цепляю вот эту вот первую струну вот мне приходится это вот выкручивать выводить и стараюсь искать тексты где поменьше вот это Б7 лучше тогда перейти на вот эту как она называется вот вот на эти три значит третий лад и пятое четвертое третье зажимаются их можно вот двумя пальцами в принципе получается звук нормальный и вот тремя ну тремя лучше но я тогда уже цепляю палец мне цепляет шестую и цепляет мне вторую тоже есть неудобства ну прикол в чем да что можно вот GM да вот я GM беру вот всего вот так две струны хотя надо его брать еще вот зажимать по моему вторую ну разница звуки я в принципе глуховат на это дело ну мне кажется звук то же самое что просто верхние две зажать еще третью а там вот есть еще аккорды где все четыре а то и пять пальцев участвуют но это звери какие то там должны так делать и приходится вот на чем играю там G GM да потом DM я вот под свои пальцы подобрал я не зажимаю вот эту значит на третьем ладу вторую струну не зажимаю и на DM чисто вот ну в принципе работает я думаю эта штука ну так вот в принципе что ну такие результаты короче да учите текст без текста не получится играть бои в принципе вот для начала да там вниз вверх четверка шестерка там можно это дело просто чтоб рука понимала а потом получается что во многих песнях да вот как смотрел авторов они да там бывает играешь играешь и прям рука сама на шестерку хочет перейти хотя ты играл допустим вниз вверх глушка вверх вниз вверх глушка вот эту играл но в принципе тоже та же шестерка да но только шестерка вот шестерка вот вниз глушка вверх ну это просто я так без текста без негода так что не страшайтесь ну все значит вот такая штука в ленте в группе много значит этих авторов вот именно которых я смотрю которые нормально объясняют как там чего куда рекомендую вот их посмотреть подписаться на их каналы ну все всем пока потом если что то еще получится вдруг в будущем ну тогда еще сниму ролик наверное на вас смотреть ну у меня камера на хомере получается открывается открывается и в потолок куда-то смоет поэтому приходится его как задирать таким образом чтобы вот было видно хотя бы вот эту часть а так не знаю на полу что ли ставить чтобы хотя бы ноги увидеть неудобно конечно эта камера лучше значит в экране сверху ну считайте что смотрю в камеру все всем пока